Существует несколько легенд о том, что такое граффити, откуда оно появилось. Одна из них гласит о следующем. В 1942 году, во время Второй мировой войны, когда рабочий, производивший на фабрике в Детройте бомбы, на одном из ящиков написал «Killroy was here», то есть «Killroy был здесь». И он это писал на каждом ящике, который уходил на фронт. Солдаты эту надпись довольно быстро заметили. Эта надпись стала появляться все больше и больше на боевых машинах, на самолетах, на ящиках с боеприпасами. Она стала неким символом солдат американской армии, союзников, которые воевали в Европе против гитлеровского фашизма. Правда, австралийские солдаты, которые воевали на тех же фронтах или на других фронтах Второй мировой войны, начали приписывать себе, своему австралийскому рабочему подобную надпись. Англичане тоже захотели приписать его к себе и назвали «Мистер Чад». В Австралии он был «Мистер Фун». Есть даже такие легенды о том, что в душе номеров, в котором остановился Иосиф Сталин на Потсдамской конференции, он увидел эту надпись. И эта надпись заставила его дать команду срочно выяснить, кто такой Кирл-Рой и почему это имя в его ванной. Есть легенды о том, что Гитлеру доложили, что есть секретный код. Кирл-Рой стал неким символом тех солдат, которые освобождали города. Они оставляли эти надписи на стенах домов в освобожденных городах. Они оставляли это на ртах своей техники. И в музее Второй мировой войны, который есть в Вашингтоне, эта надпись заняла свое достойное место. Как-то так принято считать, что именно эта надпись и стала родоначальником того, что мы с вами называем граффити. Граффити заняло свое место. В дальнейшем, в 50-х годах, в Америке, несколько художников объединились и начали покрывать здания какими-то своими надписями. Принято сейчас все, что мы видим на улицах, не в галереях, не в выставочных залах, а именно на улицах, мы все называем стрит-артом. И рассматриваем граффити как часть стрит-арта, потому что в сам стрит-арт еще входят различные инсталляции, постеры, некоммерческие, трапореты, скульптуры и так далее. Если кто-то из Вас когда-то сталкивался с тем, как организовывается художественная выставка в галерее, в музее, там всегда есть ограничения по размеру, по тематике, по содержанию, по каким-то другим нюансам. Владелец помещения, территории может поставить какие-то условия. Какие условия могут поставить людям на улице? Поэтому улица для многих художников становится единственным способом не заработать, как правило, не заработать, а показать себя, показать какие-то свои уникальные знаки, изображения и так далее. Это все становится доступно людям. В галерею, на выставку часто приходится, используя различные ухищрения, приглашать посетителей. Там музыкальные сопровождения, бокалы шампанского, рекламная кампания, а улица, она для всех. При правильной работе с художниками город становится только красивей. Вот несколько образцов того, что я вижу почти каждый день. А вот это, вы даже не представляете, где есть такое оформление. Это вход одной из социальных учреждений. Больница для престарелых, для инвалидов. Это рисунок, сделанный перед чемпионатом по футболу. Город отдал должное и оказал почет одному из игроков национальной сборной. Есть в Вене одно замечательное место, имеющее совершенно удивительное название. Fireniss Zone. В переводе это звучит как Сона Справедливости. Это отделанный камнем Дунайский канал. Стены его до 5-6 и больше метров. Минимальная стена вдоль русла канала, где-то порядка 4 метров. Вдоль всего канала тянутся велосипедные дорожки, дорожки, спортивные площадки. Очень много и в будние дни, особенно выходные, людей, занимающихся спортом, бегающих, ходящих со штоками, едущих на велосипедах, скутерах, роллерах. На чем угодно? Тысячу человек проходят по этим дорожкам. Вот эти все стены отданы под зону справедливости. Никто не может говорить художнику, что писать, как писать, о чем рассказывать. Это только в его мыслях. И город отдал эту зону художникам. Давайте по ней пройдемся. Второй. Субтитры создавал DimaTorzok Как вода там лежит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Курица « Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok